Всем привет! В данном видео подробно разберем принцип создания и применения фильтров стекла в Photoshop. Я покажу этот принцип на двух примерах, а именно на кубическом, как здесь, и отдельно на линейном варианте данного фильтра. Не будем терять времени, поехали! Для начала мне нужно создать новую рабочую область размером 1500х1500 пикселей. И так как вариантов фильтров будет несколько, я создам две таких области. Здесь тоже ставлю 1500х1500 пикселей. На одном из этих документов создаю новый слой. Выбираю инструмент выделения и создаю прямоугольник. Дальше нам нужно выбрать черно-белый градиент и убедиться, что у нас стоит линейный градиент. Зажимая кнопку Shift, я провожу градиент в данной области. Дальше нам нужно эту фигуру преобразить в длинный прямоугольник, также с помощью зажатой кнопки Shift. Применяем трансформацию нажатием Enter. Выбираем данную область с градиентом и дублируем ее на новый слой с помощью Ctrl-J. Перетаскиваем, ставим рядом. Данную область также дублируем с помощью Ctrl-J на новый слой. И нам нужно повторить эту процедуру много раз, до тех пор, пока мы не закроем полностью наш лист. Далее нам нужно выделить все слои и через правую кнопку мыши преобразовать их в Smart Object. Далее мы видим, что у нас появился один слой Smart Object. Нам нужно его сохранить в PSD формате. Для этого идем в файл, сохранить как... и называем его, допустим, стекло вертикально. Возвращаемся обратно в Photoshop. Я выделяю этот слой, копирую его через Ctrl-C, перехожу на второй созданный мной файл и вставляю через Ctrl-V. Далее мне нужно его повернуть на 90 градусов. Применяю. И теперь этот же файл мне нужно будет сохранить в PSD формате так как предыдущий. Назову его стекло горизонт. Возвращаемся обратно в Photoshop. Дальше работаем на любом из этих двух файлов. Я вернусь к первому. Я выбираю мой слой Smart Object и дублирую его. И сразу же на месте поворачиваю на 90 градусов. Размещаю ровно. Применяю. Теперь мне нужно выбрать режим наложения для этого слоя яркий свет. Ради эксперимента вы можете выбрать любой другой. Далее объединяем все наши слои в один через Ctrl-Alt-Shift-E. Переходим в фильтр и размываем по гауссу. Я поставлю размытие примерно на 5 пунктов. И данный файл также сохраняю в PSD формате. Называю его стекло-куб. В принципе на этом подготовка наших текстур закончена. Переходим к любой из наших фотографий и пробуем применить эти фильтры. Для начала нам нужно основной слой с фотографией продублировать через Ctrl-J. Далее переходим в фильтр, галерея фильтров. И в разделе искажения выбираем стекло. Переходим на правую область и в разделе текстура нам нужно загрузить нашу сохраненную текстуру. Я выберу куб. Как мы видим у нас появилась текстура стекла на фотографии. Далее вам нужно просто поиграться с настройками. Применяю. У нас получается текстура наложенная на целый слой. Я выбираю инструмент выделения круговой. Выделяю часть фотографии и нажимаю Delete. И таким образом я могу удалить ту часть фотографии, на которой я не хочу видеть текстуру стекла. Перехожу на вторую фотографию. И здесь повторяю все то же самое. Сначала дублирую слой через Ctrl-J. Затем иду в галерею фильтров. Искажения, стекло. И загружаю следующую текстуру. Допустим здесь я выберу вертикальную. Опять немного меняю настройки. И применяю. Смотрим, что у нас получилось. На этой фотографии я, пожалуй, не буду удалять части текстуры, так как весь слой достаточно хорошо смотрится. И перехожу на последнюю фотографию, чтобы проверить последнюю текстуру. Опять дублирую ее. Перехожу в фильтр. Галерея фильтров. И повторяю все то же самое, только загружаю текстуру стекло-горизонт. Меняю настройки. Применяю. Далее здесь я тоже выберу инструмент выделения, но на этот раз прямоугольный. И просто удалю центр картинки. Тем самым мы получаем вот такой вот интересный эффект. Смотрим до-после. На этом все. Больше видео по фотографии и обработке у меня на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok